привет друзья сегодня мной с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег друзья я сегодня хочу ответить на очень распространенный вопрос почему принято водить собаку с левой стороны то есть по основному курсу дрессировки ваша собака должна идти с левой стороны от вас и ее передние лапы должны находиться на уровне ваших ног и так почему ответ вот банальный да нельзя вообще то есть смотрите это дело касалось раньше ну и сейчас тоже служебных собака для чего когда собака у вас идет с левой стороны большинство наших граждан собственно говоря по своему развитию строению сущности являются правшами и когда у вас служебная собака вы проводник служебной собаки вы должны пользоваться оружием оружие в основном у нас держит в правой руке именно поэтому собственно говоря и было изначально принято водить собаку с левой стороны то есть собака с левой стороны пистолет у нас правой руке находится вот потом дальше смотрите по основному курсу дрессировки да если вы водите собаку в ринг то значит как бы движение по рингу идет не по часовой стрелке а против часовой стрелки и судья стоит внутри ринга и для того чтобы отслеживать животных чтобы проводник стоял не между судьей и собакой а собака именно находилась ближе к судье судья отслеживает опять же собаку с левой стороны вот собственно говоря и все но здесь вот давайте с вами значит еще порассуждаем правила дорожного движения то есть если вы идете вы пешеход и вы идете под проезжей части то есть ну есть такие дороги где нету тротуаров в деревне например допустим да или где-то там занесен занесен тротуар опять же где-то в частном секторе и вы но нет у вас возможности идти где-то вам приходится идти по проезжей части то по правилам дорожного движения вы должны будете идти навстречу проезжающему транспорту то есть не чтобы не за спины он у вас неожиданно появлялся а именно вы должны будете идти лицом на встречный транспорт и опять же в этой ситуации собака с левой стороны вам будет гораздо удобнее что касается тротуаров да здесь я согласен у нас интуитивно принято левосторонние движения правосторонние движения да мы живем все-таки не в англии не в австралии и в основном у нас пешеходят ходят с правой стороны но очень редко вам приходится ходить под настолько вот насыщенным людьми скажем так тротуаром что вам собака будет мешать поэтому моя рекомендация вам идете вы значит как бы с левой стороны собака если у вас еще не умеет ходить если она у вас отвлекается на всех прохожих на тем более каких-то других собак велосипедистов то я вам рекомендую идти с левой стороны и собака чтобы находилась ближе к бордюру да то есть вы идете по тротуару с левой стороны и собака ближе к бордюру то есть так вас будут обходить вот собственно говоря и ответ на ваш вопрос кстати медведи в цирке ну все водят по разному собственно говоря но вот мой руководитель вадим вадимович кузнецов учил тоже водить собственно говоря медведи с левой стороны то здесь уже ты мы держали животное именно за ошейник и правая рука у нас всегда была свободна для чего потому что опять же для того чтобы можно было воздействовать если например медведь понес да то зажимали нос рукой доступ кислорода как бы становился меньше для животных и она успокаивалась тем самым то есть вы всегда могли правой рукой воздействовать на на животное здесь я считаю что в гражданском нашем скажем так быту мы тоже у нас мобильные телефоны всевозможные да там если кошелек достать из кармана там рассчитаться где-то то тоже будем действовать правой рукой и для этого я думаю что собственно говоря ну достаточно удобно водить собаку с левой стороны хотя когда вы научили собаку водить с левой стороны рекомендую вам точно также научить собаку водите с правой стороны и вообще собственно говоря как вам удобно так и водите но мне кажется что с левой стороны водить ее достаточно удобно и так с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег заслужите доверие заслужите уважение и у вас все получится. Спасибо!